Рада приветствовать вас! На связи Катерина. Вот такая красота встретилась нам на лесной дорожке. Это смородина черная, ребис негру. Народные названия. Сморода, маховка, самородина, поречка. Есть несколько версий происхождения названия этого растения. По одной версии оно произошло от древнерусского слова «смородить» – «издавать сильный запах», однокоренное слово «смердить смрад». По другой версии название произошло от корней «саму» и «родить». В том смысле, что эти съедобные кустарники растут в лесу сами, без участия человека. Химический состав. В ягодах черной смородины содержатся органические кислоты – гликозиды, флавоноиды, пектиновые, дубильные, антоциановые и азотистые вещества. Ценные нам антоциановые вещества – цианидин, дельфинидин – обладают сильными антиоксидантными и нейтрализующими действия свободных радикалов действиями. Эфирные масла листьев черной смородины обладают дезинфицирующими свойствами, оказывают противогрибковое и противомикробное действие. Этим пользуются хозяйки, когда кладут листочки черной смородины в различные соленья и маринады. Отлично справляется настойка молодых побегов черной смородины с почечными камнями, обладая умеренным мочегонным действием. Сок из ягод черной смородины лечит болезни горла, хрипоту, коклюш. В случае сезонной аллергии с успехом применяется настойка из молодых листьев черной смородины, а также побегов. Для этого необходимо взять пол-литра водки и 1 столовую ложечку измельченного сырья. Настаивать 3 недели в темноте, периодически взбалтывая. Подписать, отфильтровать и употреблять по 1 чайной ложечке 3 раза в день в небольшом количестве воды взрослым. Лучше начать за 3-4 недели до предполагаемого обострения аллергии. Вот такое замечательное растение, черная смородина, растет рядом с нами. Помним про него и используем себе на благо. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok